Никакой паники. Семья Лопатиных после первых недомоганий доверилась медикам. Сперва врачи забрали мужа, затем старшую дочь, следом младшую с мамой. Когда уже меня с дочкой забирали, приехали, я говорю, инопланетяне, потому что как бы все это обмундирование, вот. И дочка так смотрит, разглядывает младшая. Забрали, даже сумки нам потаскали в скорую, так вежливо, все. Даже коварный вирус не смог разлучить семью. Всех поместили в одну палату. Врачи не сводили с пациента в глаз. В больнице хорошо очень относились. И что санитарочки, что медсестры переживали за младшую дочку. А все нормально. А каждый день спрашивали, как она, что там. Ну как бы не так страшно, черт как. Теперь все позади. Больничный закрыт, пора приниматься за домашние дела. Поблагодарить хочу третье отделение инфекционное. Очень приятные люди вообще. Я, если честно, лежала кругом, но мне сам больше там понравилось. Там мы лежали у блоки, да. Никуда не выходили на коридор. Все соблюдали, как бы все правила. На самом деле очень приятные люди все. Заведущая хорошая. Она нас вела палату. Очень вежливая вообще. Ну классно. Все супер было. История побед Бобруча над коварным вирусом – пример миллионам. Все, кто одолел напасть, как один советует. Не падать духом. Верить в лучшее. Бороться до последнего. Максим Кембель, Максим Галеонко. Бобруйск, 360.